Говорят, что тормоза придумали трусы. Спорное утверждение. В любом случае, давайте добавим тормоза в наш компонент-колесо. Но прежде сделаем вот что. С помощью PrintString выведем на экран значение величины троттл. Как видим, величина изменяется дискретно, между нулем и единицей по нажатию клавиши. Мне это очень не нравится. Хочется, чтобы значение плавно нарастало, затухало со временем. Это такая ramp-функция. Проще всего это можно сделать в Unreal Engine 4 с помощью таких функций, как finterp2 и finterp2 constant. Я сделаю с помощью второй, поскольку она обеспечивает постоянную дельту, независимо от того, насколько большая или маленькая разница между Target и Current. В Target мы втыкаем Axis, в Current Throttle, в DeltaTime, в DeltaTime. И осталось определиться со скоростью интерполяции, InterpSpeed. Будем менять это значение в зависимости от того, нажата клавиша или нет. Пусть при отпускании клавиши скорость будет выше. Продолжение следует... Теперь нам нужно добавить новые оси для тормозов. Как обычно, идем в Project Settings Input. Я назначу педаль тормоза на клавишу S и ручной тормоз на пробел. Добавим новые переменные. Fluat Brake в категорию Input. Fluat Max Brake Torque, в которой мы будем хранить максимальное тормозное усилие. Отправим эту переменную в категорию Brake. По умолчанию значение равно, ну пусть 2000 ньютон метров. Для обычной машины этого должно хватить. И еще одна переменная Fluat Brake BIOS. По умолчанию равно 0,65. Это значение показывает, в каких соотношениях распределяется тормозное усилие между передней и задней осью. И также добавим переменную Fluat Brake Torque. Массив, в котором будет храниться текущее состояние тормозных моментов. Итак, мы подготовили почву для наших тормозов. Теперь накидаем логику. Вначале мы должны определить текущее значение величины Brake. Делаем это по образу и подобию дросселя. Также настраиваем на свой вкус скорость интерполяции. На всех не угодишь, поэтому я не буду вам советовать конкретные цифры. Пусть каждый выберет такие значения, которые ему покажутся удобными. Я хочу, чтобы тормоза работали острее, чем дроссель, поэтому я выбрал такие значения. Продолжение следует... Хорошо, с чувствительностью педали тормоза разобрались. Теперь определим тормозной момент. Достаем массив Brake Torque. Первый элемент, который под индексом 0, будет содержать тормозной момент для передних колес. Второй элемент, под индексом 1, будет содержать тормозной момент для задних колес. Итак, формула очень простая. Brake Torque равно Max Brake Torque умножить на Brake и умножить на Brake Ratio. То есть мы просто перемножаем максимальное усилие тормозов на текущую позицию педали тормоза и на фракцию усилия для текущей оси. Для задних колес мы также должны учесть усилие от ручного тормоза. Просто добавим к первому результату усилие ручного тормоза. Чтобы не выйти за предельное значение, я использую ноду Min. Положение ручника я возьму из значения оси ручника. Конечно, можно повторить плавное нарастание и затухание значения по тому же принципу, как мы уже сделали для дросселя и тормоза. Я не буду этого делать в целях экономии вашего времени. Отлично. Теперь наш павн машины имеет тормозное усилие. Осталось передать это усилие в колеса. Двойной клик по функции обновления физики компонента колеса и мужа внутри компонента. Давайте добавим новый входной параметр. И конечно это будет Fluat Break Torque, категория Input. Просто определяем это значение от соответствующего входного значения события. И тут у меня возникла мысль вывести текущее тормозное усилие на экран. Но мы же помним, что наши колеса работают с частотой сабстеп физики. Поэтому, чтобы не плодить сообщение на экране, давайте сделаем это на стандартном тике. Достаем Event Tick, вызываем Print String, используем Append. В общем все по классике. Выводим значение Break Torque. Чтобы долго не искать, я выбрал цвет Маджента. Для тех кто забыл, напоминаю, мы уже находимся в компоненте колесо. Проверяем. Строки теперь выводятся на экран. Возвратимся снова в паун машины и передадим значение моментов колеса. Найдем функции обновления физики колес. Как видите, нода функции обновилась и теперь тут есть новый пин Break Torque. Достаем наш массив и передаем значение. И снова запускаем Play в редакторе и смотрим на циферки моментов в верхнем левом углу. Я попеременно нажимаю педаль тормоза и ручного тормоза. И все работает. Замечательно. Мы почти уже на финишной прямой. Момент подсчитали, в колеса передали. Теперь очередь за колесами. Они должны как-то переварить в тот момент, чтобы наши тормоза имели эффект. И тут ничего сложного. Находим функцию Wheel Acceleration. Открываем ее. Что мы видим внутри? Все эти спагетти делают примерно следующее. Wheel Angular Velocity плюс равно торм деленный на инерция умножить на ΔTime. Перевожу на человеческий. От текущего значения крутящего момента и момента инерции колеса находим угловое ускорение колеса и обновляем текущую угловую скорость вращения колеса. Второй закон Ньютона. Дифференциальное уравнение по Эйлеру первого порядка. Вот это все, как мы любим. Так как нам опять нужно найти угловое ускорение, и обновить скорость, просто скопируем этот кусок логики и слегка его подправим. Тормозной момент всегда действует против скорости вращения, поэтому берем знак скорости с помощью Sign и меняем его на противоположный. Проверим, что у нас получилось. Так, тормоза появились, но наши колеса стали себя странно вести. Теперь под нажатию на тормоза их начинают дергать туда-сюда. Почему так происходит? Суть в следующем. Мы нажимаем тормоза, усилие уменьшает скорость колеса. В какой-то момент времени скорость должна стать равной нулю, а колеса должны прекратить вращаться, то есть заблокироваться. Но тормоза не знают об этом и продолжают давить на колесо, раскручивая его уже в противоположную сторону. Знак скорости вращения, а значит и моменты меняются и все повторяется. Как можно решить эту проблему? Есть два варианта. Первый. Мы можем заранее ограничивать величину тормозного момента так, чтобы и вывеличенная не превышала за такое значение, которое требуется для полной остановки колеса. BreakTorqueMax равно Wheel Angular Velocity деленное на ΔTime умножить на Wheel Inertia. Либо второй вариант. Мы можем сравнить знаки угловой скорости до и после применения тормозного усилия. Если знаки разные, это значит, что тормозной момент полностью погасил скорость колеса и начал расручивать его в противоположную сторону. А раз так, мы можем просто выставить угловую скорость равной нулю. Этот метод еще называют пересечение нулевой отметки, Zero Crossing. Давайте сделаем по второму варианту. Продолжение следует... Продолжение следует... Проверим, что в итоге у нас получилось. Как видите, вопрос решен. Теперь, если тормозного усилия достаточно, то колеса блокируются и больше не раскручиваются в обратную сторону. Все как и должно быть. В конце данного видео хочу еще добавить реализацию момента сопротивления качению. Этот момент возникает из-за того, что максимальное значение нормальной реакции силы покрышки смещено относительно центра колеса. Формула расчета такая. Roll Resistance Torque равно n умножить на r умножить на f, где n нормальная реакция покрышки в ньютонах, r радиус колеса в метрах, f коэффициент сопротивления качению. Направление действия момента сопротивления качению также противоположное угловой скорости, поэтому мы прибавим сопротивление качению к тормозному моменту, перед тем, как умножим результирующий момент на противоположный вращению знак. Считаем момент сопротивления качению. Давайте сразу попробуем с высоким коэффициентом 0.5. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь машина не может долго ехать по инерции из-за высокого сопротивления. На этой табличке можно увидеть приблизительные значения коэффициента. Его величина зависит от типа и состояния поверхности, по которому едет колесо. Для твердых, ровных поверхностей коэффициент обычно низкий, в районе от 0.01 до 0.05. Для рыхлых поверхностей коэффициент больше, в районе от 0.1 до 0.3. Протестируем снова и посмотрим, как долго машина сможет катиться по инерции при таком коэффициенте. Пока сцепление соединяет двигатель со стальной трансмиссией, происходит торможение двигателем. Как только величина RPM двигателя упадет достаточно, чтобы сцепление автоматически разъединилось, на колеса не будет оказываться никакого тормозящего действия со стороны двигателя. И всю работу по остановке автомобиля будет выполнять только в момент сопротивления качения. Ну вот и подошел к концу данный видеоролик. Благодарю за внимание. Если у вас есть какие-то пожелания, вопросы или замечания, пишите их в комментариях. А я по возможности постараюсь на все ответить. О чем будет следующее видео, я думаю вы догадаетесь из того, что сейчас увидите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...